С премиальной картой Мастеркард. Мой уикенд всегда на высшем уровне. Всем привет, с вами снова Орел и Решка, маникюрщица, электрослесарь. Прилетели в Тихуану. Да, друзья, наши мексиканские каникулы продолжаются, мы берем вас с собой и будем изучать этот прекрасный городок. А здесь, поверьте, есть на что посмотреть. Слушай, у нас как сериал прям, знаешь, мексиканский. Ты Хуанита, а я Андрей. Вот так вот бывает. Орел? Решка. Привет, Тихуана. Ой, 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 ой. И я так на 6 лет. Ну пойдем. Иди! Бестолочь. Город Тихуана – это ворота Мексики. Стартовая точка мексиканского эмигранта. И последнее пристанище депортированного из США. При этом всем Тихуана еще и метко для отдыха американских туристов. Они миллионами ломятся сюда ради вкуснейшей еды и обалденной природы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Автомобиль, который я выбрал на этот мексиканский жаркий уикенд, можно охарактеризовать тремя словами – большой, безопасный и проходимый. Прям как охранник в ночном клубе. Шевроле Сабурбан – это настоящий танк среди всех внедорожников. 2635 килограммов стали, полный привод и наивысшая оценка на краш-тестах по безопасности. В этом славном городочке сто долларов можно не менять, потому что рядом американская граница, соответственно, здесь очень много американских туристов и такую бумажечку принимают. Но сдачу дает очень-очень не по выгодному курсу, поэтому что? Идем и меняем. За сто долларов я получила 1710 песо. Конечно же, безусловно, из аэропорта можно добраться и на такси, и на автобусе. Но поскольку он находится в черте города, я дойду пешочком. Что орешь ты на меня? Не надо мне твое такси. Ух ты, ребята. Я вам сейчас кое-что покажу. Это действительно классно. Пойдемте. Сразу не отъезжая от аэропорта можно увидеть главную достопримечательность Тихуаны. Вот она, смотрите. Американо-мексиканская граница. Видите, вот они две стены такие. Ржавая, железная одна и вон следом вторая. Вот это она, легендарная граница. Видите, мы находимся рядышком. Через 300 метров. Какой 300? Ну здесь 60 метров. Все, вот там Америка. Вон они, Штаты. Граница между Мексикой и Америкой одна из самых пересекаемых в мире. Каждый год через нее проходит 350 миллионов человек. Из них 1 миллион пересекает этот забор нелегально. Большинство нелегалов – это мексиканцы. Долгое время они спокойно ездили в Америку на заработки. Но со временем американцы поняли, что эмигранты отбирают рабочие места, а в городах повысился уровень преступности. С тех пор стену на границе начали укреплять, а мексиканцы стали получать отказы в пересечении границы. Вот между этими двумя стенами песочек, дорожка. Причем песок постоянно разравнивают для того, чтобы в случае чего были заметны следы. Если кто-то эту границу незаконно пересекает, тут же это заметят, поймут, разыщут, накажут, депортируют. Офигеть. Вся дорога до города проходит вдоль этой самой нашумевшей американо-мексиканской стены. Все ведь придумано для того, чтобы не пролезть. Ладно, мы там были недавно, не так обидно хоть. Длина стены – 1078 километров. Но именно в Тихуане ее часть самая охраняемая. А все потому, что чаще всего нелегалы пытаются пересечь границу именно здесь. Ведь если на остальной части границы безжалостная пустыня, то здесь забор перемахнул и ты уже практически в американском Сан-Диего. Слушайте, какая романтика. Иду по Мексике, справа от меня Америка. А впереди такой вид открывается. Видно, как тянется эта стена и слева такой густо заселенный город. А с правой стороны нет ничего, кроме полей. Класс. Вот эта стена самая что ни на есть. Настоящая, высокая, ржавая, угрожающая. Кино какое-то. Реально кино. А начинается стена аж в Тихом океане, куда я и добрела. И именно здесь находится один из легальных входов через стену. Эти ворота – настоящее место паломничества. Здесь рисуют муралы, ставят инсталляции и сажают цветы. Все дело в том, что почти в каждой мексиканской семье есть человек, который хотя бы раз пытался найти лучшую жизнь за пределами этой границы. Кого-то в итоге поймали, кого-то депортировали, а кто-то умер во время попытки. Есть и такие, которым удалось эмигрировать, но их семьи остались с этой стороны. На самом деле, нам сегодня очень повезло. Потому что именно сегодня проходит место так называемое, когда открываются ворота со стороны США. И, соответственно, вот у этой стены люди могут встретиться, поговорить, поплакать, что-то пообсуждать и помолиться. Причем спикер находится по ту сторону баррикады, но это не мешает здесь собираться людям, а также людям за стеной. Ну а также все-все-все-все, которые разлучены, могут встретиться и пообщаться. Вот таким вот образом. Прикольно. В этом есть какая-то романтика и доля грусти, конечно же, тоже присутствует. Мероприятие безумно трогательное, но по факту долго здесь делать нечего, поэтому воспользуюсь этим положением и пойду дальше. По сути, Тихуана и появилась благодаря этой стене. И даже получила прозвище города мигрантов. Большая часть местного населения Тихуаны – это те, кто хочет попасть за стену в Америку, и те, кто был депортирован из-за стены. Еду я в самом левом ряду, а вот два правых тянутся, они практически стоят. Думаю, что такое, может, я не туда поехал, мне как-то нужно заворачивать налево. Я поехал все правильно, а вот эти все люди, они все едут в Сан-Диего, то есть они едут в Штаты. Вот видите, написано, этот ряд для тех, кто хочет заехать в Соединенные Штаты Америки. Несмотря на то, что город напоминает просто нагромождение маленьких бедняцких домов, Тихуана считается туристическим курортным городком. Здесь полно магазинчиков, сувенирных лавок и забегаловок. А главные отдыхающие – это американцы. Они толпами валят сюда ради вкусной еды, дешевого алкоголя и возможных развлечений для взрослых. В Штатах ведь они под запретом. Есть в городе и достопримечательности. Самая знаковая из них вот… Арка тысячелетия, построенная в 2000 году, является символом города. Мэр и власти посчитали, что городу нужен какой-то символ. У Парижа есть Эйфелевая башня. У Нью-Йорка – статуя свободы. Вот и в Тихуане было решено построить уникальную махину. Сами тихуанцы символ не возлюбили. По их мнению, город нуждался в более важных вещах. Но мэр захотел остаться в истории и арку таки построили. По-моему, прелестная. Кроме арки и стены Тихуана знаменита своей кухней. Одно из самых интересных традиционных блюд я и решил попробовать. Ну что, догадались, что это? Да, ребятки, это кактус. Сейчас будем есть с вами кактус. Самое главное для меня сейчас не то, чтобы это было очень вкусно, а самое главное – это то, чтобы они оттуда вытаскивали все иголки. Кактус – это символ Мексики. Он даже на флаге изображен. И в здешних краях его так много, что мексиканцы научились из него делать абсолютно все – краску, лекарства, косметику и вот даже еду. Мне подали кактус с помидорами черри, редисом, маринованным красным луком, сыром и соусом из авокадо. Знаете, на что похож кактус? На горох наш. Причем не вот эти зернышки, которые находятся внутри стручка, а непосредственно на сам вот стручок. Когда его ешь, ну признайтесь, что все ели вот этот вот горох в детстве, зеленый полностью. И вот он очень похож на вот этот вот как раз стручок от гороха. Ребята, это правда вкусно. Никогда не думал, что мне понравится кактус. У меня дома Настя насадила этих кактусов. Не Ивлеева Настя. Хватит мне ассоциировать с Настей Ивлеевой. Моя жена Настя Короткая насадила у нас дома этих кактусов. Приеду, съем все. Бесконтактная плата – это быстро, удобно и, что самое важное, безопасно. Ведь премиальная карта Мастеркард всегда в моих руках. Но мексиканская кухня славится не только кактусами. Мои хорошие готовы сделать вау и сказать, Настюх, вот это умеешь удивлять. Пожалуйста, салат Цезарь был рожден в Мексике в Тихуане. Как и многие другие, я реально тоже думала до этого, что его придумал Юли Цезарь. Но нет. Лет сто назад в Тихуане праздновали День независимости США. Пиршество затянулось и вскоре на кухне остались лишь крохи. Шеф-повар Цезарь Кордини вышел к гостям с оставшимися продуктами и начал импровизировать. Он взял кисло-сладкий соус, смешал его с перцем, яйцом и соком лайма. Следом добавил оливковое масло и пармезан. В соусе обвалял листья салата ромэн и подал блюдо гостям, посыпав пармезаном и добавив кусочки поджаренного багета. Салат произвел фурор. Сегодня его подают здесь так же, как и много лет назад. Круто, что все делается при тебе. То есть ты видишь из каких ингредиентов, видишь свежесть продуктов. От этого разыгрывается просто немыслимый аппетит. И друзья, все это удовольствие стоит 7 баксов. Ну то есть позволить себе это может абсолютно любой турист, в том числе и бюджетный. Вуаля, самый настоящий Цезарь из всех настоящих и возможных. Вы, наверное, спросите, Настюха, где же курица, где креветочки? Вообще изначально по первому рецепту, по легенде, Цезарь настоящий готовился именно так. Это уже потом, когда рецепт начал кочевать, люди добавляли туда различные ингредиенты, беконы, курицы и так далее. Будем пробовать? Я вам хочу сказать, что это легендарно. Очень все такое нежное, невероятно вкусное, листья салата хрустящие. Это шок-контент, честное слово. Салат Цезарь без курицы и без кури ветки. Боже, мне хочется стереть себе память, чтобы как в первый раз снова прочувствовать этот вкус. Это как с хорошим кино, ребята, правда. А еще у меня волос черный в тарелке. Вот и закончилась магия салата Цезарь. Пойду болевать и просить этот салатик отдать мне бесплатно. А пока Настя знакомится с волосяным покровом мексиканцев, я покинул Тихуану и отправился наслаждаться природными красотами ее окрестностей. Прямо такое ощущение, что мы въехали в какой-то национальный парк. Это простая дорога. Ну, наверняка она не простая, но и вывески национальный парк тоже я не видел. Такая вот красота у вас может быть на ровном месте, просто переезжая из одной точки в другую. В этом регионе Мексики круглый год жарко, а дождит крайне редко. Именно эти факторы и повлияли на местные пейзажи. На протяжении всей дороги ты наблюдаешь песчано-каменистую пустыню, и живописные ущелья. Так, ну нет, это не годится, конечно, по сторонам. Вот на серпатинной дороге туда-сюда смотреть. Ну, невозможно не смотреть. Предлагаю остановиться, найти какой-то карман, встать и разглядеть. Ну, посмотрите, ай-яй-яшечки. Все, стопаемся. Тем более, что предусмотрительные мексиканцы даже сделали для этого специальные смотровые площадки. Посмотрите на вот эти горы. Такое ощущение, что какой-то просто великан пришел сюда и взял и высыпал этих камней тут. Полно, смотри. По легенде, когда-то этот район назывался «Земля, которая поет». В ущелье было полно плодовитых пышных деревьев, которые днем кормили местные племена, а по ночам пели песни их предков. Но однажды случился страшный пожар, который уничтожил все в округе, оставив одни камни. С тех пор здесь слышится вот такой вот звук. Говорят, это горюют умершие здесь люди и сама природа. И теперь название «Земля, которая поет» превратилось в «Земля, которая плачет». Но, по словам ученых, звуки в ущелье – это дело рук ветра. Проходя через щели между камней, он создает шум, чем-то напоминающий человеческий шепот. Любоваться природными красотами со смотровой может любой. Ну а турист с безлимитной карточкой может позволить себе кое-что поинтереснее. И, братан, все там проверяй, все, чек-чек, дабл-чек, чтоб… Потому что ребята без меня не справятся в этом. Как? Лучший способ рассмотреть природные красоты Тихуаны – это зиплайн. Он считается самым длинным во всей Мексике. Длина его трассы – 5 километров. Какая длинная-то, с ума сойти. Смотрите, я думал, что будут отрезки метров по 10-15. Я был в этом уверен, а сейчас смотрю, нужно будет пролететь через все ущелье. А я не был к этому готов, ребятушки. Поэтому машина еще осталась внизу, спускаемся вниз, садимся в тачку и… Да ладно, 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 что там. Пойдем разорвем этот зиплайн. Все, пошутили, хватит. Ну что, ребята, давайте 3, 2, 1. Нет, нет, сейчас. Давайте так слишком рано, давайте иначе. 77, 76, 75, 74, 73. Как красиво! Обалдеть! Слезы, ребята, слезы. Слезы на глазах. Как же прекрасно. Как же прекрасно, что мы отсюда уже уходим. Поскольку Тихуана супер туристический город, проблем с хостелами здесь нет. Их тут навалом. Более того, я даже умудрилась поселиться в хостеле рядом с океаном. Ну что, пойдемте посмотрим мои хоромы. Слушайте, как классно. Просторно. Даже не ожидала, что будет такой размах. Ну, я человек на опыте, я хостелов много видела. Но этот, пожалуй, наверно, на первый взгляд, один из таких самых симпатичных хостелов. Хостелов. Слушайте, тут даже покрывала такие плюшевые, как будто мягкая игрушка. Класс! Простынки уже застелены, то есть ничего тебе расстелать не надо, как это обычно бывает. Ну и вроде как бы соседей немного, пока, наверное, их вообще даже нет. А это прекрасно. Я могу в целом и в общем считать, что целый номер в моем распоряжении. Кроме того, к моим услугам отдельная ванная комната, игровой зал с настольными играми и общая кухня. За 15 баксов реально очень приятная атмосфера. Такой светленький хостел, чистенький достаточно. Такой настоящий, трушный, мексиканский. Мне нравится, мне нравится. Ничего особенного, ну и не трэш. Пришло время и мне поселиться. Остановлюсь я, пожалуй, в самом необычном отеле в регионе Тихуаны. Тебе буду рассказывать, надо смотреть. Отель Энкуэнтре Гвадалупе находится в центре горного заповедника. Это несколько десятков минималистичных вилл-кабинок, которые словно подвесили над долиной. Здесь я и буду жить. Какой Джонни Депп? Андрей Бедняков. Я вечно путаю эти два. Мне просто друзья все говорят, что я такой харизматичный и красивый как Джонни Депп. Андрей Бедняков. Ну что, пойдем. Все-таки первого нужно пускать кота. Только в тапки, пожалуйста, там не делай. Пойдем. Моя вилла – это эко-лофт. Последнее веяние моды в архитектуре и дизайне. Что этот эко-лофт из себя представляет, сейчас покажу. Просто камень посреди комнаты. Вот у вас когда последний раз посреди комнаты был камень? Не, ну есть такие, что так живут, но очень интересное такое решение. Первый раз вижу, да? Я думаю, что это просто был огромный камень и вокруг него решили сделать вот такую виллу. Ну я думаю, так и было, потому что его специально сюда не принесли бы. Класс. Вот я видел дома или дворы, где не срезают или не срубают деревья, потому что это красиво. Но чтобы не убрали камень – первый раз. Несмотря на то, что номер очень аскетичен и походит больше на жилище пещерного человека, все необходимое для комфортного пребывания здесь есть. Спальное место, мини-кухня, просторная ванная комната. Нет какого-то золотого самовара здесь или выезжающих телевизоров. Но в то же время есть очень интересные дизайнерские такие решения, как, например, вот такая вот лампа, которая здесь встроена. Классно. Это шкафы. Не говоря уже о камне, который стоит у себя. Самое интересное, что номера этого отеля специально сделаны так, чтобы постояльцы чувствовали здесь небольшой дискомфорт. И не сидели часами в номере, а наслаждались вот этой красотой. Ах, шикарно. Такая терраса огромная. Прям хочется, знаете, чтобы уже быстрее сеяло солнце. Стало темно, появились звезды, запалить такой кастрик тут, сесть на креслечко и смотреть в темноту. Ну неважно, куда-то смотреть возле костра на звезды. Это так романтично что ли. Ну что, дневной туристический город засыпает. Просыпается город ночной с барами, тусовками, клубами и невероятным движем. Огоньками, неоном и прочей атрибутикой, чтобы классно провести время. Но денег у меня не густо, а впереди еще целый день. Поэтому я как примерная девочка отправляюсь спать. Да, быстро переодеваться я умею. Как-то раз просто с чего началось сижу я, она тут заходит, ее муж пришлось… Ладно, долгая история. Ай, как же это прекрасно, ребята. Ой, хорошо. Я все равно боюсь, что среди ночи придут первобытные люди какие-то с копьями, разведут костер возле этого камня и сожрут меня тут. Поэтому ты глаз не смыкай, сиди, наблюдай. Спокойной ночи. Ой, как же это хорошо. Ребятушки, всем сладких снов. По традиции, конечно, должна была залезть под одеялко, но нет. Потому что я набрала лишних три килограмма и сейчас я буду от них избавляться. Поэтому пойду на тренировку, больше некогда. А вы спите сладенько. Так, начнем с отжиманий. Все, спасибо. Тренировка окончена. Как вы это делаете, господи. Доброе утро. Ой, простите. Извините, я не знал, что я тут не один. Простите, как неудобно получилось. Доброе утро. Что может быть лучше растворимого кофе? Только дешевый растворимый кофе. У меня как раз такой. Всем доброе утро. Завтракаем, просыпаемся и мощнейше врываемся в новый день. Зачем какие-то круассаны? Варенье, апельсиновые свежевыжатые соки. Ну зачем это все? Печенька грубого помола, посола. Дешевый растворимый кофе. Тонус, стройность, мотивация. В дорогом отеле и завтрак, что называется, по-богатому. Как они красиво все это сделали. Эстеты. Ну мне сказали, что вам все уже приготовили, приходите. Но я вообще этого не ожидал, что будет так. Отличный завтрак. Все мы слышали про французских или американских устриц. Но океан есть и в Мексике. И здешние моллюски тоже пользуются спросом. Причем готовят их тут достаточно необычно. Итак, устрица с местным цветком акмела. Как ментол прям ты ох. А вот теперь этот холодок обволакивает тебя полностью и добавляет твоей устрице еще определенные нотки вот этого своего холодка. Класс. Устрица с перцем чили, лаймом, зеленью, огурцом и луком. Как классно. Вот такое сочетание. Обычная, казалось бы, устрица. Нет, они туда еще что-то добавляют. Устрица с огуречным пюре. Такой мягкий вкус. И сама устрица такая мясистая. Вот у нее есть вот этот вот… Не просто когда ты берешь там дома устрицы в каком-то баре или ресторане и безвкусное что-то тебе в рот падает, слизь какая-то. А здесь нет. Здесь мясо. Прям и это классно. Устрица темпура с чернилами кальмара. Как же это вкусненько. Устрица в панировочных сухарях и с соусом айоли. Это очень похоже на сырный шарик. Отдельно сырные шарики я люблю, а тут у тебя еще внутри приятный бонус. Это как киндер-сюрприз, когда внутри игрушка, а здесь у тебя игрушка для взрослых. Устрица. Жареная устрица с тунцом и луковыми палочками. Так же шикарно, когда на Новый год берешь ложку оливье в правую руку, а в левую руку ложку крабового салата. И все это мешаешь. И вот точно так же. Класс. Прекрасный завтрак, отличное настроение. Я сытый, довольный, добрый усатый мексиканец. Прямо сейчас отправлюсь куролезить по этой великолепной стране. А вы со мной одевайтесь, что вы сидите голенькие. Давайте тапочки, кроссовочки. Если хотите вкуснейшей позавтракать и у вас всего 100 долларов на 2 дня, вот вам совет. Отправляйтесь в соседнюю деревню Попотло. Находится она в 30 километрах от Тихуаны. И дорога туда занимает каких-то полчаса. Настоятельно не рекомендую набрасываться на автостоп, потому что в Мексике это может быть очень довольно опасное занятие. Особенно для молодых девчонок. Поэтому что? Общественный транспорт и всем нам будет хорошо. На второй день я решил продолжить знакомство с местными природными красотами. Я еду для того, чтобы посмотреть на одно из самых красивых природных мест этого региона. На озеро Салада. Жара. Что еще нужно? Конечно, озеро. Правда, одеться нужно иначе. Так лучше. Сейчас как нырну. Ох, ребята. Класс. Ну вот оно, озеро. Смотрите, как красиво. На всех картах лагуна Салада выглядит как огромная территория, заполненная водой. И правда, когда-то здесь было одно из самых больших озер Мексики. Но! Из-за изменений климата и смены русел рек, озеро постепенно обмелело, а вскоре и вообще пересохло. Последний раз тут вода была замечена в 80-х годах прошлого века. С тех пор это вот такая вот пустыня, куда приезжают люди для того, чтобы просто походить. Ну, понятное дело, рыбачить я тут не буду сегодня. Я сюда приехал для того, чтобы испробовать свою тачку. Погнали! Внедорожник он а то и внедорожник, чтобы гонять на нем по бездорожью. И это высохшее озеро идеально для этого подходит. Так-так-так-так-так-так! Офигеть! Это так классно! Знаете, почему классно? Потому что тачка не ва-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Я, по-моему, чуть-чуть испачкал машину. А пока Андрей бесится с жиру, я уже на месте. Я приехала в рыбное, не побоюсь этого слова, местечко. Деревня Попотло. Это маленькая деревушка на берегу Тихого океана, в которой проживает всего пару сотен человек. И все они рыбаки. Именно из-за этого сюда и приезжают туристы. Как утверждают местные, более свежие рыбы и морепродуктов, чем в Попотло, вы не найдете во всей Мексике. Это прям самый фреш, самый топчик, посмотрите. Обалденно, просто обалденно. Но я пришла сюда не ради рыбы, я пришла ради марсианина. А так зовется краб. Необычный, большой и, поговаривают, очень вкусный. И вот и я и ищу. Краб, марсианин, где ты? О, а вот и он. Здорово. Смотрите, какой он огромный, он просто здоровенный. Не очень симпатичный, конечно. Здесь у него такие вот шипы, и я вот прям думаю, что знакомство с ним в океане не самое приятное. Марсианином его здесь прозвали за внешний вид. Ведь похож он скорее на инопланетное чудовище, нежели на жителей океана. Официальное же его название – краб-паук. Это крупнейшее ракообразное в мире. Живет он в глубинах Тихого океана, может весить до 19 килограмм. А только посмотрите на размах его клешей. Ёшкин, матрешкин, ребята, слушайте, это жуткое зрелище. Если честно, я бы очень не хотела встретиться с таким настоящим. Аааа! Он шевелился! Ха-ха-ха! Нееет. Бэк, плис! Плис, бэк. В пакете как-то привычнее ей, безопаснее. Боже, ребята, это очень неприятная история, потому что вот он еще не испустил дух. И когда берешь клешню, чувствуется, что там еще теплится какая-то жизнь, господи, это ужасно. Ну когда я еще смогу попробовать краба-марсианина? Поэтому покупаю и пошли готовить. Спасибо! За 20 баксов, огромный краб, еще и приготовление этого краба в подарок. Обалденно. Я вот придумал, что это я машину убиваю? У меня же безлимитная карта, а здесь есть прекрасное подходящее вип-развлечение. Какие могут быть развлечения в регионе, где есть пустыня? Их всего два. Первое – это багги. Ну и второе, чтобы я притворился верблюдом, посадил на спину оператора, а он сел на меня такой и говорил, давай-давай, вези меня, я твой шейх. Но, вы знаете, первый вариант мне нравится больше – багги. Стоит такое развлечение 250 долларов за два часа. А удовольствие – полные штаны песка. Погнали насыпать. Это так классно! Такая скорость! Блин, это очень круто! Обалдеть, как это круто, ребята! Тут кажется, что их так мало, но когда подъезжаешь вверх, их дофига, они такие высокие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еее! Еее, бэйба! Я это сделал! Как мне тебя отсюда вывести? Сейчас! Я часто думал, возможно ли перевернуть к чертовой бабушке багги и думал, что это невозможно. Но нет, это возможно. Я перевернул багги! Еее! Почти как новая. В принципе, нормалек. Чуть-чуть просто потрусил. Ну что? Сейчас песочком присыпем, как будто ничего не было, а сами ножками уйдем. Местными кафешками в Попотло владеют сами рыбаки. Поэтому часто на радость бюджетным туристам в цену покупки они включают стоимость приготовления. А готовить дары моря здесь быстро и вкусно. Вау! Вот и мой марсианин в собственном соку подоспел. Слушайте, ну я обожрусь походу. Нет, не походу, я точно обожрусь. Поскольку деревушка Попотло очень аутентичная, то и крабов здесь разбирают по старинке с помощью камня. Из это традиционале? Поедание краба – дело грязное. Поэтому туристы выдают еще и фартук. Ну что, будем пробовать, Санчес? Я прежде чем его открою, походу этот стол просто сломал. Это он такой какой-то вообще неподдающийся. Ага, конечно. И думала я, зачем они это камнем по нему стучат? А то его же можно так открыть. О, бачки! Кто добытчик? Я добытчик. Простите, здесь смотрелось на чаек. Конечно, вы спросите, есть ли у этого краба отличия от остальных крабов, которые не марсиане, не пауки. Конечно, есть. Посмотрите, сколько здесь мяса. Я от одной только лапы могу объесться просто на год вперед. Посмотрите. Да это просто какое-то бинго. Ребята, это я только одну, одну ногу ем. А у меня он огромный, целый. Богачи так не живут, богачи так не живут. Я тут за 20 долларов просто на таких раскайфах. Все мое. Все мое. Карта, а не карта. Такой кайф. У меня 5 килограммов чистейшего, белейшего мяса краба. Может быть лучше вообще. А я тоже приехал в один необычный городок недалеко от Тихуана. Это еще один приграничный город второй по численности после Тихуаны. Сверху он ничем не примечателен, но мало кто знает, что под ним есть еще один город. Секретный. За 100 долларов здесь в китайском квартале Ла Чайнеско можно заказать уникальную экскурсию в подземный город. Что же это за катакомбы? Краткая предыстория. Мехикали в начале 20 века решили сделать центром сельского хозяйства. И чтобы организовать большую систему подвода воды к полям, они позвали китайцев в качестве рабочих. Им тут так понравилось, что эти китайцы решили остаться. Остаться нелегально. Поэтому они вырыли себе самый настоящий город и в нем стали жить. Чтобы вы понимали масштабы. У них были казино, школы, театры, кинотеатры. То есть целый полноценный город, который жил жизнью. Город со своими законами, экономикой, тюрьмами, психбольницами и правительством. Прям многоуровневая история. Мы еще ниже спускаемся. На сегодняшний момент общая длина всех тоннелей и коридоров подземного китайского города неизвестна. Поговаривают, что китайцы прорыли землю аж до территории Калифорнии. Ай-яй-яй-яй, видите, смотрите, прям огромный туннель и все это под землей. Это ж сколько они это рыли, ребята. С ума сойти. Вот тут конечно видно, что это все с 1923 года осталось. Не придали туристический вид еще этой комнате. Как было, так все и есть. Поскольку жили китайцы тут тайно, то приходилось довольствоваться малым. И порой потерпать от различных передряг. Большая часть этого подземного города и тоннелей была повреждена из-за пожаров и наводнений. И вот сейчас я вам покажу, видите, такая железная балка. Стоит она с тех времен. Я вам покажу уровень воды, который был здесь. Вот по этой ржавчине это очень хорошо видно. Смотрите, вот так вот воды. С ума сойти. Именно пожары и наводнения поставили точку в истории этого города. Многие китайцы вернулись на родину, кто-то эмигрировал в США, а часть переселилась на поверхность. Сейчас в Мехикале находится самая большая китайская община Мексики. А в эти сохранившиеся кусочки подземного китайского города сейчас водят редких любопытных туристов вроде меня. Вот глядя на такие места, ну лично у меня такое вот ощущение, насколько безграничны человеческие возможности. Это же нужно догадаться, додуматься и вырыть. Такой, ну это даже не туннель, это вот целый город, где люди будут жить, развлекаться. Ну а моя бабушка бы сказала, ничего себе внучок какой у них погреб, это сколько можно там картошки поместить. Ну что, ребята, я, Лысый Тако, выбрал самое тихое место возле автострады, чтобы сказать вам всем по секрету, что Орел и Решка прячет очередные 100 баксов. И-ха! Заветная бутылка со 100 баксами в Тихуане. Между улицами Рио Тихуана и Рио Насос посреди бульвара Агуа Кальенте находится клумба. В ней ищите заветный клад от Орла и Решки и Андрея Беднякова. За мной, малыши! Давайте быстрее, девушки, если найдете вы, пожалуйста, нарастите себе усы. Вот такие. Мексиканская Тихуана полна удивительных историй. Кино какое-то, реально кино. Невероятных открытий. Это шок-контент, честное слово. Поразительных тайн. Экстремальных развлечений. И обалденных красот. Как красиво! А что еще нужно для насыщенного уикенда? Какая романтика! Офигеть! Топчик, посмотрите! Как же это вкусненько! Ёшки! Ой, простите! Ё-е-е! Ё-е, бэйба! Я это сделал! Сань, ты там маякни, когда он пойдет, чтобы я была готова. Сань, ну я же просила. Боже, ну красивая, ну какая, ты просто, ты слилась с толпой. Я чуть не заблудился. Я вообще в Тихуане не был. Я так хожу по сторонам, смотрю. Рассказывай. Наверное, соскучился по моей рембо-бандане. Я вообще по тебе соскучился. А я по тебе, Андрюша. Видишь, мы начали скучать друг по другу. К какому выпуску? К концу. К концу же. Ну как дела? Андрюха, я обедала, как самая настоящая королева. У меня был такой краб, столько мяса, такой вкусный, его было так много, что я могла накормить целый ресторан. Ты понимаешь, я просто шиковала, просто жировала. А я давно говорю продюсерам, зачем 100 баксов в этой программе, давайте на 20 долларов жить. Я прыгнул в тачку и поехал дальше. Я посмотрел на этот региончик, значит, с воздуха, с земли, я даже был под землей. Ну слушай, неплохой уикенд, я тебе скажу. Ну пойдем. Ну пойдем. Ребята, увидимся с вами в следующем городе. Слушай, у тебя в зубах краб еще пооставался? Я доем? Слушай, что?